Ярик, некоторым родителям, которые думают о том, чтобы их дети переехали из одной страны в другую в разные школы, было бы интересно твое мнение, как это все произошло, как это повлияло на тебя? Я Ярослав, мне 10 лет. Я из Украины, переехал на Кипр, учусь в школе. Вопрос. Если бы тебе снова нужно было переезжать, как бы ты к этому отнесся? Так же, как переездить сюда или как-то по-другому? Мне, скорее всего, будет непривычно, потому что я раньше жил в Украине, но приезжал сюда на каникулах, то есть я знаю этот дом, я знаю эту страну, я знаю это море. Если это будет какая-то неизвестная страна, я ничего там не буду знать, то это, скорее всего, будет сложнее, по-другому что-то. Что для тебя было сложнее всего в новой стране? Язык, новое знакомство, климат? Язык был сложный? Ну, так, да, чуть-чуть был. Это ты про какой сейчас говоришь? Греческий. Про греческий? Да. Ну, так как все говорят по-английски, да, то, наверное, тебе было не проблемно. Ты же по-английски хорошо говоришь, да? Было тебе сложно завести новое знакомство? Нет, не было. Я уже в первый день, у меня уже были, типа, друзья, не знаю. Есть ли какие-то вещи, за которыми ты скучаешь после переезда? Да, потому что на Кипре всегда тепло и нет снега. Ну, в Украине был снег, и это хорошо, потому что тут, типа, всегда лето, а там меняется, вот так. Есть ли у тебя какие-то друзья, знаешь, не просто приятели по школе, а именно друзья, с которыми ты проводишь много времени? Скорее всего, ну, я к никому еще за эти два года в Косте. Но я приезжала только на день рождения, но именно в Косте там что-то поделать нет. Только максимум в Инстаграме переписываюсь с друзьями. То есть так, чтобы друзья, с кем проводить время, а вот эти ребята, с кем ты играешь в футбол? Нет. Тоже нет, да? Я их вообще не знаю. Что для тебя было самым сложным при переезде? Может быть, ну, выучать язык, потому что я ходила на футбол, и там, ну, сначала меня просто никто не понимал. Ну, потому что и до сих пор некоторые учителя, ну, типа, до сих пор пытаются общаться со мной на греческом. Я их, ну, чуть-чуть понимаю, но не все слова, то есть. А что для тебя было самым приятным при переезде? Было такое? Ну, наверное, я в море, допустим. Можно плавать, там тепло. А еда тебе не нравится? Нравится. Машина. Вкусно, очень вообще гуд. Тут продукты типа свежие, да, типа фреш. Гуд. Да. Через какой период времени захотелось или захотелось ли вообще тебе вернуться в Киев, и что помогло остаться? Ну, вообще я не хотел переезжать на Кипр, ну, потому что там школа мне понравилась в Киеве. Что помогло мне остаться? То, что я, ну, типа, эта школа мне очень нравится. Ну, та школа мне тоже нравилась, как и эта школа. Наверное, потому что я здесь сразу почти завел друзей. С чем можно сравнить переезд в другую страну, школу, культуру? Сравнение? Скорее всего, ну, когда на каникулах едешь в какой-то новый отель, и тебе там хочется, ну, типа, остаться на дольше. Типа, что-то такое, что тебе нравится. Да. С этим можно сравнить, да? Да. Есть ли что-то, чего тебе не хватает на Кипре? Да, я в снега. В снега? Да. Какие качества и навыки, по твоему мнению, важны для быстрой адаптации, ассимиляции? Каким надо быть, чтобы быстро тебя приняли? Надо быть таким, какой ты есть. Потому что в нашей школе она, типа, интернешнл, и потом с любой страны можно. То есть там кликов почти нету. Там русские, китайцы, украинцы, ну, такое. Были ли дети или люди, которые считали или считают до сих пор тебя с чужаком и не принимали себя в свой коллектив? Нет, таких не было. Таких не было, да? Чего ты боялся, а оказалось это совсем не страшным? В прошлой школе у нас там, типа, оценок не было. Ну, типа, даже по тестам не было оценок. И от тестов там не было особо. А в этой школе мне было страшно то, что тут, типа, оценки в тестах, но оно оказалось не настолько страшным. Понятно. А в чем ты не сомневался? То есть думал все легко, а оно оказалось сложнее, чем ты думал? Ага. Что оказалось сложнее, чем ты думал? Чем-то это было? Выучить новый язык греческий. Выучить греческий сложнее оказалось, чем ты думал? Да. Чему учить такой опыт переезда? Не надо волноваться, то, что ты будешь, типа, непринятым в этой стране. Ну, удачи, если вы хотите переехать в эту страну. Да, все. Пока.